Фаринг Как и обещал ранее, в начале данного эпизода я немножко расскажу вам про Фаринг. Фаринг это крепость паладинов. Находясь в горах, у подножья которых расположен густой лес, она является практически недоступной, что доказала война с орками. Несмотря на соседство с Нордмаром, крепость была одной из самых последних, и врагу потребовалась помощь могущественного мага Ксардоса для ее взятия. Внутреннее кольцо крепости отделено от внешнего пропастью, единственный путь туда это каменный мост. Несмотря на то, что крепость выстроена большой частью из камня, дома в ней преогладают деревянные. После захвата крепости, был орков Канн, расположил там свою резиденцию, поэтому в ней находятся только лучшие воины орков. И наконец, чтобы попасть в крепость, необходимо доказать свою верность орков, набрав не меньше 75% репутации у орков. Всем привет! С вами АпортОвши58, и это 22-й эпизод качественного и интересного прохождения Годики 3. И в этом эпизоде мы завершим все свои задания в Фаринге и отправимся выполнять квесты странников возле Монтеры. Но сейчас я бы вам хотел напомнить немножко о том, на чем мы остановились в предыдущем эпизоде. В предыдущем эпизоде, во-первых, мы выполнили все важные задания в Фаринге и повысили свою репутацию до 100 единиц. Это первое, что мы сделали. И второе, что тоже немаловажно, мы наконец-то одели вот этот вот доспех Охотника на Драконов, повысили свою силу до 300 единиц. Что ж, очень неплохо. Прямая защита от клинка и от ударов 200, от стрел 205, а от огня 120. По-моему, это просто прекрасно. Что еще сказать насчет этого? Ну и сейчас мы продолжим выполнять квесты, которые остались в Фаринге, а после отправимся выполнять задания странников возле Монтеры. Что ж, давайте тогда так и сделаем. Что ты хочешь? Я хочу драться на арене. Мои войны не выступают против Мора. Но на твоей арене сражаются люди. Они доказали свое мужество и силу на самых больших аренах мира. Когда ты сделаешь то, что сделали они, тогда ты сможешь выступать здесь. Ты научишь меня драться? Так, ну меня это не интересует. Когда ты позволишь мне выступить? Когда ты покоришь большую арену в пустыне. Она в Моросу. И только лучшие войны покидают ее живыми. Что ж, мы получили задание. Стань бойцом. Вернее, стань чемпионом арены Моросу. И только после этого мы сможем сражаться здесь, на вот этой вот малюсенькой арене. Что ж, ладно. Это, как вы понимаете, надолго все. И это задание я выполню еще очень нескоро. Что ж, идем дальше. Поговорим с Ургошем. Что ты хочешь, Моро? Я хочу кое-что купить. Нет, я тебе ничего не продам. В чем дело? Ни в чем. Ты Моро. А я Моро ничего не продаю. Что мне нужно сделать, чтобы ты торговал со мной? Мне нужно три коронных растения. Принеси их мне. После этого можем и подорговаться, и подорговать об алхимии. Все понял. Так, ну, коронные растения, это он имеет царские щавли. Что ж, вот здесь у вас стоит довольно-таки важный выбор, что сделать. Отдать ему эти царские щавли и потерять, скажем так, свои драгоценные статы. Например, на трех царских щавлях, вот, мы сможем сварить три зелья, допустим, на силу или на ловкость. А это экономия шести очков обучения. Вам решать, выполнять данное задание или нет. Однако, я все-таки его выполню, так как я стараюсь выполнять абсолютно все задания, и хочу повысить, получить, вернее, самую максимальную репутацию фракций. Что ж, давайте. Так уж и быть. Так, мы повышаем свой навык в алхимии на одну единицу и репутацию орков на целых две единицы. Покажи мне свой товар. Так, ну и теперь давайте купим у него сосуды. И, в принципе, больше ничего интересного нет. То есть, это задание мы выполняли чисто, скажем, ради репутации. Ну, думаю, здесь больше не с кем мне говорить. Хотя, давайте поговорим еще вот с этим вот орком. Если хочешь что-нибудь купить, тебе нужно золото. Покажи мне свой товар. Так, у него... А у него, в принципе, только лишь большое количество золота, а больше ничего интересного нет. Так, ну а купить? Ой, не купить, а насчет всего остального. Расскажи мне что-нибудь про... А, ну это неинтересно. Ну давайте про Ургоша спросим у него что-нибудь. Ургоша. Это наш шаман. Он ведает силу растений и магии. Но Ургош не станет с тобой связываться. Он не любит морра. Как мне к нему подступиться? Спроси его самого. Выполни задание, что он даст, и сможешь с ним пообщаться. Ну мы это и так знаем. Мол, неужели про всех придется спросить? Ну ладно, давайте расспросим про всех. Тарако. Тарак владелец арены. У него дерутся лучшие войны орков. Хочешь у него драться? Тогда покажи ему, что ты хороший боец. Как? Морра с арены Тарака побеждали на многих аренах нашей империи. Если ты готов, он разрешит тебе драться. Закаша. Многие хотят иметь оружие работы Закаша. Его клинки острые и тверды. Так же тверды, как и его гордость. Ха-ха-ха. А это значит? Это значит, что свое оружие он дает только тем воинам, которых считает достойными его носить. Многие воины должны совершить великие подвиги, прежде чем он позволит им носить его оружие. Я хочу попасть внутрь крепости. Ни один Морра не должен входить в крепость. Это приказ Канна. Почему? Потому что ты мешаешь. Война еще не окончена, и пока ни один Морра не может войти в крепость. Ну, тут на самом деле все немножко не так. Мы сможем войти в крепость Канну, но только если мы получим репутацию 75% у орков. То есть сейчас, смотрите, у нас репутация всего лишь 8, а нужно аж 75. Вот так вот. И, кстати, вот эта самая крепость Канна. Ну вот, в принципе, что я вам и говорил. Ну, и на этом, скажем так, все наши дела в Фаринге полностью окончены. А сейчас мы телепортируемся, да-да, опять в Монтеру, и мы пойдем выполнять задание странников. Так, давайте. Вот наш телепорт в Монтеру, он стоит на девятке. Я так чувствую, что он будет вечно стоять на девятке, потому что я постоянно телепортируюсь в Монтеру. Постоянно. Мне сюда нужно. Так, ну что ж, давайте отправляемся. Когда я шел в Монтеру в одном из эпизодов, это был один из первых эпизодов, я вам наверняка рассказывал немножко о странниках и где они обитают. Сейчас бы я вам хотел подробнее показать это место. Ой, а что тут происходит? Ой, ой, ой. Орки напали на повстанцев. Правда, смотрите, как ни странно, мы можем отковать только повстанцев, а орки нифига не выделяются. Вот такой вот бред, честно вам скажу. Ладно. А, ну потому что да, потому что не зеленые. Ну ладно, давайте не будем на это все обращать внимание. Надеюсь, что повстанцы справятся и так далее. Ну а сейчас мы отправляемся как раз так и к странникам и будем выполнять их задания. Задания у них будет всего лишь несколько. Выполним их мы очень быстро. Поэтому этот эпизод у нас будет не особо большой. По пути я буду убивать всяких разных падальщиков и так далее. Ну, это все стандартно, все, в принципе, как обычно. И да, хотелось бы мне наконец-то протестировать свой доспех. Ну, хотя я его уже протестировал, его, честно сказать, на стриме, но хотелось бы вам показать еще непосредственно в самом эпизоде, насколько этот доспех крутой и насколько хорошо он защищает меня от всего. Надеюсь, у нас выдастся какой-нибудь такой момент, когда я вам смогу продемонстрировать все прелести данного доспеха. Хотя, ну, в принципе, здесь есть только один момент. Это сражение с небольшим отрядом орков. Ну, посмотрим. Даже, в принципе, в этом сражении вы увидите, насколько увеличилась моя защита. А защита, если так считать, увеличилась у меня практически в два раза. То есть, это просто гигантская цифра, действительно. Считайте, вот, раз, и защита увеличилась в два раза. Так, сейчас мы попали на ферму Доминика. Помните это место? Когда мы проходили здесь первый раз, я еще обратил ваше внимание на вот этот вот берег, вот этот вот. На нем росли такие растения под названием колючий стальник. Сейчас я вам покажу, как ни странно, это растение почему-то попадает в раздел прочее. Ну, ладно. Растение, употребляемое в обрядах друидов. Ну, так вот. Всего мы здесь могли найти 20 этого самого колючего стальника. И, когда вы пойдете к странникам, я рекомендую вам собрать весь этот колючий странник, весь этот колючий стальник, потому что он потребуется вам для выполнения одного из заданий странников. И чтобы вам не бегать туда-сюда по несколько раз, вы, в принципе, выполните это задание можно сказать сразу. Ой, шепшень, я его даже, честно сказать, и не заметил. Ну, давайте его завалим тогда. А впереди вроде дом Бракориса. Да, Бракорис. Ну что ж, давайте сразимся с ним. Посмотрим насколько мы крутые в данных доспехах. Ну, если, конечно, я его не завалю раньше, прежде чем он нанесет мне какой-либо урон. Хотя, чувствую, что так и произойдет, судя по всему. А, ну, хотя нет, смотрите. Ну, вот, видите, я просто никакого урона практически не получаю. Я не буду ни блокироваться, ни отходить, ничего, потому что нет в этом смысла. Я вам хочу чисто продемонстрировать всю прелесть данных доспехов. Ну что ж, я думаю, что вы поняли насчет того, насколько они крутые. И... Я так думаю, что до конца игры я буду ходить именно с ними. Ну да, вроде, как вы мне писали, это самые крутые доспехи в игре. Но раз самые крутые, то... Значит, все, буду ходить только с ними. Интересно, как я здесь собрал всю из этого сундука, не потревожив... Не потревожив Мбракориса. Видимо, специально оставил для того, чтобы убить его, так скажем, сейчас. О, кстати, еще количество стальник. Можем, в принципе, его собрать, но для выполнения того задания нам потребуется всего лишь 20 колючего стальника. Если мы соберем остальной, то он, в принципе, нам может пригодиться когда-нибудь в дальнейшем, но... Точно не сейчас. Так, но если сюда посмотреть, то... Из-за этой прорисовки мы ничего не увидим, честно говоря, и... Здесь делать нечего, действительно. Настройки и так стоят очень высокие, здесь ничего не поделаешь, то есть... Вот такая вот прорисовка, к сожалению. Поэтому пейзаж отсюда не особо красивый. Так, ну и сейчас давайте отправимся непосредственно уже самым странникам, и для того, чтобы до странников добраться, нам нужно будет идти прямиком вот по вот этой вот дороге. И да, кстати говоря, если мы пойдем вперед до самого конца этой дороги, то эта дорога соединится еще с одной дорогой, которая ведет в трейлис. вернее, там будет перекресток, в одну сторону, если мы пойдем, попадем в трейлис, в другую сторону, если мы попадем, попадем в монтеро. Ну что ж, по этой дороге я уже немножко ходил, но до трейлиса пока что еще не доходил. По пути я буду собирать здесь травы и так далее. И да, здесь рядом с этими странниками есть довольно-таки большое количество ценных трав. Я рекомендую вам здесь хорошо так все осмотреть и не пропустить никакие ценные травы. Сейчас вы увидите, сколько здесь действительно ценных трав есть. Я рекомендую вам смотреть по обе стороне, потому что они могут попасться как на одной стороне, так и на другой. И вот, в принципе, первую редкую траву я уже нашел. Это властоцвет. Давайте сейчас это все соберем. Отлично. Помимо редких трав здесь есть еще и обычные травы, такие как растения маны, чугун корни и так далее. Но они не такие ценные, если их мы пропустим, то я думаю, что это не так страшно. Также здесь мы сможем найти даже железные сундуки, в которых можем найти некоторые полезные вещи, которые нам, естественно, тоже пригодятся в дальнейшем. До странников идти здесь недалеко. Их убежище находится буквально метров в пятидесяти отсюда. И сейчас мы туда уже попадем. Как я еще раз говорил ранее, еще раз повторюсь, тщательно здесь все осматривайте. Здесь находится большое количество редких трав. И вот всяких вот таких разрушенных зданий и пещер. И, кстати, вот еще один властоцвет. Что ж, второе редкое растение, которое у нас тут. но помимо властоцветов здесь мы найдем и другие редкие растения, ягоды гоблина, драконь и корни и так далее. Если, конечно, я не ошибаюсь. Если я что-то тут назвал лишнее или что-то наоборот не доназвал, хотя ну, вроде может еще это как охран трава или не есть. Вроде бы. Хотя точно не уверен. Ну, ладно. Все равно все запомнить это невозможно. Я вам скажу так. Смотрите, сколько здесь у нас находится различных сундуков. Судя по всему, здесь раньше был какой-то небольшой такой лагерь. Здесь повсюду разбросаны вот такие вот дома. Ну, это, конечно же, судя по всему, было до войны с орками. А после войны с орками это все превратилось вот развалины, в которых сейчас обитают странники. Вот, кстати, и эти самые странники. Давайте сейчас с ними поговорим и получим у них некоторые задания. Так, с кем мы тут поговорить сможем? Когда будешь разговаривать с Порганом, будь вежлив. Иначе будешь иметь дело со мной. Кто ты? Я странник и учитель боевых искусств. Мое имя Аракас. Я телохранитель друида Порган. В общем, сперва думай, а потом действуй. Понял? Что это за место? Это место опустошения и отчаяния. Эта долина была когда-то огромной деревней странников из Мертаны. Люди приходили сюда отовсюду и восстанавливались в целительных руках нашего друида Поргана. Что здесь произошло? Орки разрушили нашу деревню и украли все, что нашли. Я один из немногих, кто выжил после этой резни. Пусть будут прокляты все, кто посягает на растения и на существа, созданные Аданосом. Вы ведете войну против орков? Мы странники миролюбивый народ. Мы поставили своей задачей служить друидам и охранять их. А эти подлые орки пришли к нам с мечом войны. И теперь мы возвращаем то, что принадлежит нам. Не больше и не меньше. Ясно. А где сейчас те орки, что сотворили с вами это? Они отступили в большие города Миртана, недоступные для нас. Все, что от них здесь осталось, это маленький патруль на севере, который следит за нами. Давай зададим патрулю в сбучку. Нет, ничего более желанного для меня. Но я не знаю, достаточно ли у нас для этого сил. Мы уже занялись этим. Все в порядке. Кажется, ты знаешь, о чем говоришь. Я готов. Следуй за мной. За Поргана! Что ж, мы получили два задания на уничтожение патруля орка. Что ж, давайте тогда уничтожим сейчас вместе с Порганом этот патруль. Сейчас я не буду отвлекаться на всякие разные травы, за исключением буду лишь убивать противников, которые нам попадаются по пути и мешают. В основном все обследую я здесь чуть попозже. уже как закончу, скажем так, с этими странниками повсюду эти всякие дикие вепри. Давайте поможем. Посправимся с дикими вепрями. Закажем, кто тут мастерский боец. так, отлично. Не забываем восстанавливать здоровье, хотя, честно сказать, сейчас это не особо нужно, потому что у меня броня просто настолько гигантская, что урона практически не получая. Кстати, вон еще один востоцвет. так, ну вот, мы практически уже и добрались до этого самого патруля орков. Он находится где-то неподалеку отсюда. Так, но сначала давайте убьем этого волка. Кстати, волки тоже для меня теперь не такие опасные противники. Так, ну вот, что ж, я уже вижу этот самый патруль орков и думаю, что нужно будет убить его в одиночку. То есть, в одиночку расправлюсь с этим патрулем орков. И да, кстати говоря, вы сейчас видите один небольшой, скажем так, фейл, который я заметил с предыдущего эпизода. Дело в том, что у меня не куплен сейчас лук с уроном 90. Ну, тот самый лук, ой, что-то сейчас было. Тот самый лук, который я купил в конце предыдущего эпизода. Это связано с тем, что после покупки данного лука я просто-напросто не сохранился. А сейчас я как-то даже забыл про него. Вот и всё. Всё просто. Что ж, мы получаем репутацию плюс 10 странников. И, кстати, как вы видите, репутация у странников повышается очень быстро, то есть за одно задание буквально сразу 10 репутаций. Это связано с тем, что странников в игре очень-очень мало и, соответственно, заданий тоже у них не так много. Орки такие же создания Аданоса, как ты и я. Мы должны уважать друг друга, а не драться. С патрулём орков покончено. Я благодарю тебя за помощь, чужеземец. Держи. Я хочу дать тебе кое-что в дорогу. Пусть свет Аданоса освещает все пути, на которые ступит твоя нога. Если ты хочешь, мы можем немного потренироваться. Так, мы получаем три целебных зелья. Ты научишь меня драться. Так, ну тут меня ничего не интересует. Поэтому, что ж, давайте теперь обыщем этих самых орков и посмотрим, что интересного у них мы сможем найти. И у одного из орков мы находим разбитый камень друида. Сейчас я вам его покажу. Так. Вот, разбитый камень друида. Этот разбитый камень друида нам потребуется для выполнения одного из заданий странников, которые задания мы сейчас будем выполнять. Так. Если мы пойдем сюда, то мы попадем как раз-таки на ту самую развилку между Монтерой и Трелисом. Если мы пойдем в ту сторону, мы придем к Монтере. Если пойдем в ту сторону, мы попадем в Трелис. Все просто. Тут, смотрите, если находятся еще какие-то травы и какие-то противники, то если мы пойдем чуть-чуть вперед, то там уже все обследовано. И помните вот ту башеньку? там еще какая-то редкая трава была. Так вот, там мне все помнить обследовал. Вот я так вам сейчас показал чисто, чтобы вы ориентировались, где я примерно нахожусь. Так, ну что ж, а теперь я вернусь на ту самую дорогу и пособираю там все вот эти травы, поищу еще сундуки и всякое такое. А после вернусь к странникам и продолжу выполнять их поручения. Так, давайте-ка заглянем сейчас вот в эту вот сторону. Тут у нас находятся глорхи. И если мы... Так, давайте уберем сначала этих глорхов. И если мы проследуем дальше по этой дороге, то мы сможем найти здесь повстанцев. Вот эти самые повстанцы. Но это я пока что скажем так немножко отложу на конец эпизода. Если так сказать, то это повстанцы из лагеря повстанцев Невморы. То есть всего у нас находятся три вот таких крупных лагеря повстанцев. Ну конечно если не считая Венгарда. То есть Редак. Где у нас Редак? Вот Редак. Потом Акара. И третий Невморы. Раз таки эти повстанцы из Невморы. Так что ж идем дальше. Тут где-то еще эти вещи с остальных орков должны валяться. Находим пламенику. Как видите здесь огромное количество трав. Находим охрань траву. Повсюду буквально на каждом метре нам попадается какая-либо ценная трава. Именно поэтому я вам очень рекомендую здесь походить и ничего не пропускать. Что ж следуем дальше. Смотрим что нам дальше здесь интересненького попадется. Ну пока я не вижу ничего особо интересного но тем не менее рекомендую вам все равно все просматривать. так если мы взберемся туда наверх ну я думаю что там ничего нету конечно однако может быть там что-то есть все-таки а это нет вряд ли вряд ли там у нас что-то есть так ну вот впереди мы сможем найти властацвет еще один властацвет их здесь как видите особенно много следуем дальше здесь мы ах я уже думал этот царский щавель это каменная крапива она так похожа на царский щай или вот честно на первый взгляд издалека даже не отличишь так здесь у нас находится еще один волк и здесь мы сможем найти ягоду гоблина да вы не поверите столько трав это действительно это прям какое-то особенное место что ли столько трав растет что идем дальше и там мы находим еще один властацвет так а также тут у нас находится сундук все отсюда собираем собираем властацвет я не знаю сколько властацветов я тут уже нашел но думаю что уже четыре а то может быть даже и пять но очень много здесь властацветов и также очень много здесь различных других трав что ж продолжим обследовать данную территорию и мы находим царский щавель а вот и он чего нам тут не хватает еще для полного счастья по-моему мы все редкие травы здесь как минимум по одному виду уже нашли то есть властацвет на здоровье был пламени канаману была охрана на выносливость была драконик корень на силу был ягода гоблина на ловкость была по-моему все так а тут у нас чукун корень я тоже подумал еще какая-то одноценная трава ладно собираем вот это вот все и думаю что в принципе здесь больше ничего уже такого ценного нету ладно что ж вроде мы обследовали все надеюсь в крайнем случае если я прям что-то пропустил очень видимое то вы наверняка мне отпишитесь в комментариях и я за кадром сбегаю и соберу ту или на траву которая прям вот пропустила у себя под носом буквально и такое бывает действительно так но сейчас мы поговорим с ихним предводителем который находится вот в этой вот пещере предводителя зовут Порган Аданас да прибудет с тобой что я могу для тебя сделать путник по-моему ты здесь самый главный я не властитель мои дети странники по доброй воле пребывают со мной я охранитель мироздания мы друиды стражи мира и его природы свое могущество мы черпаем из силы творений земных можешь меня исцелить могу путник подойди к моему огню и я облегчу твою боль исцели мои раны свет Аданаса досветит тело сие Какое земное творение является источником твоего могущества В моем камне друида заключена сила дикого вепря Но увы мой камень похитили орки путник Как тревожно осознавать что он находится в руках этих безумных тварей Так что ж мы нашли этот камень и давайте сразу тогда его и отдадим Я нашел твой камень друида Спасибо тебе путник Но я вижу что он поблекший и бессильный Чтобы к нему вернулась его прежняя сила его нужно опять зарядить Так Ну что ж давайте тогда зарядим его Ты можешь опять зарядить камень друида Могу Но у меня нет компонентов для процедуры обновления Ты вернул мне камень путник Если ты поможешь мне опять зарядить его то я поделюсь с тобой своей силой Я помогу тебе найти компоненты для твоего камня друида Очень хорошо Мне нужно 20 растений колючего стальника Они растут только во влажных местах Их можно найти только по берегам рек Желаю удачи Ну что мы уже нашли этот самый количе стальник и давайте его отдадим Вот твой стальник Хорошая работа путник Теперь я смогу снова зарядить камень друида За те услуги которые ты мне оказал Я поделюсь с тобой своей силой Возьми мой камень друида и храни его лучше чем хранил я Что ж мы получили гамин друида потрошитель Я вам покажу что это за такая вещь Так спрашиваем что еще беспокоит его И здесь как видите у нас появились новые диалоги Это означает что это один из новых квестов которые добавили моды Мы должны будем найти кандидатов странники Так у него мы сможем научиться высшему знанию друидов Это я не знаю что такое высшее знание друидов Длительность всех превращений удваивается Понятно Требуется древнего знания 100 Ну Я вам так скажу Нет Это для меня вещь совершенно ненужная Я никогда не пользовался можно сказать этими превращениями У меня дофига зелья превращения Смотрите поскольку у меня их тут 12 10 7 9 Я ими даже не пользуюсь Так что нет Это я конечно же изучать не буду Так но здесь расскажи мне что-нибудь о древней магии Так тут древние знания сможем повысить Здесь мы сможем научиться готовить некоторые напитки а именно долгоиграющие зелье а также напитки превращения Так здесь мы сможем выучить несколько видов заклинаний Здесь в принципе тоже но ни то ни другое я не буду изучать Что ж В принципе думаю все понятно Вот хотелось бы узнать что это он тут читает Может это какой-то аналой и мы сможем его тоже прочитать и получить древнее знание допустим или бонус колхимии скорее древнее знание Давайте может поспим до полуночи и он ляжет спать и мы сможем наконец-то прочитать эту самую книгу Может получится так нет Ну ты отойдешь нет ты пойдешь спать нет Похоже он не собирается это делать Так Теперь поговорим с Иракасом Так Ну мы конечно скажем что найдем одного из их друзей возле Сильдана Это как раз таки по этому новому квесту Мы получили зелье маны и два зелья превращения Что ж очень даже неплохо Правда не знаю какие зелья превращения мы получили Облик варана Вот это новое зелье превращения мы получили И думаю не знаю что мы еще такое получили Вот этого точно у нас не было Какое то еще такое Так но похоже он спать даже не собирается Порган очень интересно было бы узнать чисто налой это или нет Можно поступить не совсем хорошим способом избить его но я думаю что в этом нет особого смысла Ладно я думаю что это не аналоги но если вдруг это так то отпишитесь тогда в комментариях если знаете конечно будем тогда уже думать что делать дальше ну в принципе все на этом со странниками закончено то есть репутацию странников как видите за несколько хвостов мы повысили аж до 45 единиц то есть можно сказать мы выполнили половину заданий странников на самом деле это не так но практически половина заданий выполнена ну а теперь давайте поговорим с теми самыми повстанцами из Немора и на этом думаю уже пора будет заканчивать данный эпизод кстати эти повстанцы нам дадут еще несколько заданий и одно из заданий мы выполним прямо сейчас задание связано с уничтожением ниже идти в пещере которая находится неподалеку отсюда ну в принципе все это выполним думаю мы довольно быстро но в следующем эпизоде мы тогда отправимся непосредственно уже в трейлис и будем выполнять квесты там так ну что ж вот мы в принципе находимся неподалеку от этих самых повстанцев там пещера снежить о которой я вам говорил но сначала давайте поговорим с повстанцами так с кем можно поговорить спокойно малыш я тебе ничего не сделаю ты же пришел не для того чтобы доставить нам неприятности или заткнись если бы я хотел тебя убить ты бы был уже мертв ладно считай что я ничего не говорил расскажи ко мне лучше что тут наверху происходит это лагерь повстанцев я повстанец и я сражаюсь за короля ага и как уже убивал орков я пока в сражениях не участвовал я уже предчувствую как сниму шкуру с первого орка ты еще ни одного мясного жука не убил я очень много тренировался с мячом пусть орки только подойдут да да конечно чем ты тут занимаешься целый день я слежу за тем чтобы никто не пробрался в лагерь у тебя это здорово получается это не так просто сделать особенно когда всяких тварей полно но больше всего я боюсь нежити в этой пещере даже не хочу знать что они могут сотворить с тем кто попадается им в лапы о я могу тебе кое-что об этом рассказать я мог бы очистить пещеру от нежити для тебя ты правда рискнешь войти в пещеру набитую нежитью мне не впервой если у тебя получится я дам тебе 300 золотых договорились я подумаю ну что ж вот и как раз таки это самое задание очистить пещеру от нежити что же задание для меня уже очень простое действительно подобное задание я уже выполнил не раз что же давайте тогда так и сделаем и здесь вроде как где-то еще один драконий корень должен быть или что-то подобное хотя конечно может я немножко ошибаюсь но по крайней мере тут рядом там вот был драконий корень а сейчас мы расправляемся с горками которые находятся неподалеку от этой самой пещеры давайте обчистим этот сундук посмотрим что интересненького у нас тут есть так ну почему мы не можем пройти к нему так собираем здесь все полезные вещи ну что ж идем дальше так здесь у нас похоже ничего нет судя по всему ну тут вид хотя бы немножко получше на пустыне однако все же не идеальный ладно идем дальше что ж теперь давайте расправимся с нежитью которая находится в пещере с моими доспехами это сделать будет проще простого итак вот у нас на нас вот у нас бежит уже первый скелет с которым мы очень быстро расправились как видите помимо того что у меня очень хорошие доспехи у меня сейчас для данного этапа вполне неплохой такой меч поэтому расправляться с этими самыми скелетами мне становится еще намного проще отлично мы очистили данную пещеру и повысили репутацию повстанцев на 1 единицу до 37 что ж по моему очень даже неплохо репутацию повстанцев мне никогда не помешает так здесь не очень хорошо все это видно ну ладно хотя нет давайте зажгем факел чтобы было лучше все видно так ну вот другое дело и здесь у нас находится железный сундук что ж давайте его вскрываем и посмотрим что у нас тут такого есть так ну честно сказать тут нам не повезло с вещами тут у нас ничего такого особенного нет ладно что ж в принципе здесь совсем я уже закончил и давайте вернемся тогда на поверхность и доложим о том что нишить больше никого тут не беспокоит а после мы поговорим со старыми повстанцами которые находятся в этой самой пещере и да насчет драконьего корня может быть драконь и корень находится где-то где-то вот здесь вот а хотя нет если мы пойдем по этой дороге мы пойдем в трейлис нет ну значит я имел ввиду видимо тот драконий корень просто помню что какой-то тут был но тот мы собрали видимо здесь был только один этот драконий корень и больше ничего так сундуки я разграбил что давайте поговорим со Стивом до пещера до пещера до пещера раньше была кладбищем скелеты обитавшие там теперь превратились в пыль ты меня успокоил это будет стоить мне 300 золотых здорово отлично получаем опыт а также золото так ну теперь давайте поговорим с остальными повстанцами которые находятся здесь в пещере и думаю что эпизод уже можно будет завершать итак вот оставшиеся повстанцы которые находятся в этой самой пещере и поговорить насколько я знаю мы здесь сможем только с одним а именно с Чарльцем что давайте тогда это сделаем наконец-то ты вернулся я уж думал ты больше никогда не придешь ясно с удовольствием загляну туда тогда давай приниматься за работу как дела в Неморе говорим что давайте сейчас поговорим во всем потом главное правильно выбрать определенный диалог на нас напали орки когда мы пытались обезопасить храм Трелеса когда дело касается священных артефактов они становятся как одержимые они привели с собой около 30 воинов нам ничего не оставалось как спасаться бегством что тебе так важно в этом храме каждый артефакт который откопают орки может быть использован против нас раскопки храма нужно прекратить кто-то должен помешать оркам раскапывать в храме и возле храма ты хочешь сказать убить их а как иначе они другого языка не понимают так мы получаем задание уничтож орка в храме Трелеса и поблизости что ты знаешь о священных артефактах орки отнесли в Трелес все что откопали в храме если в храме и был один из этих редких артефактов теперь он наверняка в Трелесе ясно да ныне я не слышал чтобы Немору разрушили ты должен сообщить их предводителю что мы застряли здесь Немора должна выслать подкрепление быстро так и здесь самое главное не спросить у него вот об этом то есть мы представились о том что мы повстанец повстанец из Неморы и скажем только благодаря этому повстанцы доверяют нам конечно мы можем спросить об этом однако там самое главное выбрать правильный диалог если мы выберем неправильно то повстанцы подумают что я один из наемников орков и соответственно нападут на меня все просто как зовут главу Немора еще раз ты этого не знаешь мне кажется что ты даже не представляешь где находится Немора конечно я знаю где находится Немора тогда поспеши и переведи подкрепление ну вот если мы выбрали другой диалог я вам уже сказал чтобы от этого случилось но на этом я буду заканчивать тогда уже данный эпизод всем большое спасибо за просмотр увидимся в следующем эпизоде подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии задавайте вопросы ставьте лайки что ж всем до скорых встреч всем 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 пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok